здравствуйте Егор Привой. Всем доброго. Напоминаю, если вы не состоите в нашем чате последователи. Присоединяйтесь. Чат в Телеграмм. Вот он. Чат в Телеграмм. Мне надо спросить это. Спасать это все. Я не могу даже найти. Вот это вот я сейчас. Я не знаю, сможете ли вы скопировать. Я себе быстро, лихорадочно копирую. Быстро, лихорадочно копирую. Я настолько туп, что еще удивляюсь, как вы меня терпите. Вот так. А, нет. Да? Все, я это скопировал. Потом буду разбираться. А то получается, это садоводство по железу. А я сам туда и попасть даже не могу. Валерий Красивич, а какой подвой лучше парить грушу и почему? Ой, как просто. Ну, надо ответить. Не будет внезапно. А с другой стороны у нас еще время есть. Ой, нет. Еще много надо говорить. Что же там делать-то? Если буквально на двух словах. Грушу надо проевать на грушу. Только на грушу. Есть другие варианты. Есть несколько разновидовых деревьев. Родственников груши. Но результаты такие, что лучше не начинать. Хотя их рекламируют. Рекламируют. Есть такое дело. И саженцы могут продать разновидовые. Груши только на грушу. Причем сразу нашел уссурийскую дикву грушу. С тех пор, как это случилось 37 лет назад и до сих пор у меня никогда, даже в первом поколении, не замерзали груши. Как вот пресс вот это вот присылает мне Мараховское вот это вот чудо. Иран под Москвой привил никогда. Ни одной подморшеведской. Тут нет. И пошла гулять уже по стороне. 10-20 сортов. Сладчайших. Лучше. Сад живой. Ничего не погибает. У меня одно дерево погибло. А оно не погибло. Оно опять ладонь. Все четыре ветки рухнули. Погибли. От урожая. Но это уже другая тема. Поэтому только дикая уссурийская груша. Ну а сейчас показывать ее. Это надо опять поднимать все. Ну вот эти самые. Фото груши. И прошло-поехало. А мы это все проходили. Пока просто запомните. Уссурийская дикая груша. Легко прерывается. Легко просыпается. Вот. Единственное это. Что любят сертификации. Любят два месяца. А потом схожесть великолепная. Я в студии по фотографии показывал. Чуть только не вышли. Они уже. Прям в холодильнике. Вот такие хвосты тут же. Попробуйте вовремя не высадить. Итак. Амар. Отвечаю. Гуси по двое груш. Это дикая уссурийская груша. Минус пятьдесят. Вот. И что интересно. Я все через колени. Это чуть-чуть надо было грудь. Как бы тратить годы. Все. Не пройти через кучу. Не удачь. Но дикая уссурийская груша никогда не давала понять. Что она несовместима с самыми сладкими грушами. Откуда бы я их не получал. Запада, Восокая, Юга, Северная. Вот. Просто. Ну. Хоть бери дифирамбы. Хоть стихи про нее сочини. Что такое дикая уссурийская груша. Так. Галина. Добрый вечер. Данила. Всем привет. Привет. Хороший вечер с Константиновичем. Вам Данила тоже. Ярослава, спасибо за пояснение. Завтра пришлю обновленный. Если. Ой. Ярослава. О чем своя речь? Да. От души говорю. Не заказывайте. Пусть даже можно было потом дождаться ноября. Декабря. Октября-ноября. И все-таки догнать мне эти самые. Я вам наверное все еще раз покажу. В машине оставил. Не мог дотащить. У меня балкон забит. Сливами. Абрикосами. Не. Абрикосами же нет. Сливами. Грушами. Этими же уссурийскими. Сварогами. Культурными грушами. Яблонями. И зимние в том числе. Все сыпется. Сыпется. А мне их там. На балконе даже сейчас очень тепло. Я жду когда скорее дозреют. 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 Вот. И все равно не лежит у меня душа. Именно к выращиванию семечек зимних груш. Из зимних яблок. А вот летние. Да. Вот тут пожалуйста. Можно дождаться. И главное. Они у меня все привиты на уссурийские дырки. Груши. На сибирские яблони. На сибирские. Это значит. Что вас культурные не замерзнут. Это результат моего почти 40 летнего труда. Гены внедряются. Подвойные. Культурные. Культурные остаются культурными. Сладчайшие. Вкуснейшие. Да вы сами все видели. Вот. И многие сотни из вас пробовали. В этом году столько развезли. По России. В этом. С Урала даже приезжали. Я говорю. Видели макину? Собирайте мальчурские абрикосы. Собирайте груши. Китайские. Помните? Вы эти. Сливы китайские. Все. Ведра. 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 Нету у них какие-то самые. Не получается кислые. Прививки. Даже немножко кислоты. На грушах нету. Сливы абсолютно вкусные. Я с Украины родом. Я что не знаю какие они должны быть. Вот. Получается что? Надежная технология. И даже семечек можно получать. Морозостойкие теперь. Культурные на морозостойке. Культурные на морозостойке. Понимаете? Вот. Единственное исключение делаю. Не берите у меня семена. Зимних яблок и груш. Просто вас жалко. Селекционеры. Тут другое дело. Вот если вы будете селекционером. Берите. Кузнецов. Подскажите. Хотел выписать у вас селеньки яблони и груши. Как определить сортами? Ведь в каталоге нет селеньков? Ага. Как быть? Или перед заказом позвонить? Пока. Я уже бы каталог был бы давно готов. Каждый год я просто повторял. Повторял. В этом году я боюсь давать обещания. Так как с косточками персика. Ну был год, когда, помните, я продал тысячу косточек чернобаева и 700 косточек своих. Итого 1700. Был же такой год? А в этом году уже не тысячи, я бы считаю, а сотнями. И получается, что кому обещал, а здесь так, черенки, придет пора, кончится лето, упадет листва, я буду ходить, ага. Есть нормальный прирост этого, допустим, груши, которые я расхвалил, гигант Подмосковья. Запишу каталог. Каталог нету, прочерк поставлю. Каталог он есть. Вы можете даже посмотреть старый каталог на моем сайте. Но это просто для общего развития. Что в принципе. А конкретно хочу то, хочу то. Я только где-то в октябре, когда полностью упадет листва, я смогу вам подсказать. И покупать черенки. Эти, эти, эти. А этих не будет. А то, что я в основном каталог, это по семенам, он не имеет отношения к черенкам никакого. Елена. Листья на старой груши заражены столбчатые. Опять слово заражены. Столбчатые ржавчины. Хорошо ли их оставлять на земле в зиму? Значит, старая груша должна быть заражена столбчатой ржавчиной. Должна быть. Это нормально. Все, что надо, упадет. На земле перегниет. Вот. И не вздумайте брать это. Ничего не выгребать. Вы ничего не поможете. Вы можете только решить грушу еды, когда вы все это выгребать будете. Это все мартышкин труд. Вот. Может пора заменить старую грушу на молодую. Но это не потому, что она заражена. Слово заражена здесь не подходит. Всегда происходит одно и то же. Погибают. Не сразу, постепенно. Появляются пятна. Вначале на листьях. Потом на ветках. Появляются пятна. Эти пятна, значит, это мертвые и на них поселяются грибы. Точка, в том числе и ваше столбчатая ржавчина. Вот. И что бы вы ни делали, я избавиться от него не сможете. Вы только можете дерево приближить с помощью вот этих скребков и прочей дури. Вы можете приблизить их смерть. Больше ничего. Вывод. Не подходите. Просто вот как есть, так и есть. Это и нормальное состояние. Так. Городничин приветствует Москве. Каждый понедельник. А это уже, видимо, обочисленное стандартное объявление. Шестак. Просветание благородия. Питер растет. И куда он растет? Питер. Всем здравствуйте. Пишет Виктор Казахов. И вам здравствует. Так. Егор Томск. Ну, это хорошо, что это. Вы попали в нашу команду. Как здорово. Пусть вы делаете у меня сайт новый. Там есть еще какие-то детали. Знаете, там, сразу скажу, мало фотографий, которые... Самые роскошные фотографии туда еще, считайте, не попали. Надо еще туда фотографии добавить. Вот. Вот это как момент. Каталог, по-моему, еще не размещен там. Вот. Скоро появится книга, пока боюсь. Книга, которая последняя, да. Вот. Садоводство для избранных судьбой. Она еще неделя две. Вот туда может быть... А может быть и ничего, что она уже в каталоге. Ну, посмотрим. Теперь ваш вопрос. Поскорите, какой привычный в нашем случае приобрести? Какую фирму лезет должно быть? Прямой или заработая немного? Может, бренд какой-то есть хороший? Хочу, пока мне Саленсы... Так. Сейчас я вам кое-что объясню. Фоксарный сельской ботности, если бы ты набирать силы, за лето потренироваться на дочках. Да, тренироваться надо заранее. Надо набивать руку так. Знаете, когда берется ветка, вот такая вот такая, а потом начинаешь раз, неудача, два, три. А ветка короче-короче. И половину ветки изрезана, а верхнюю половину выбрасывает пора. Значит, специально сейчас все позади. Так, наверное, если бы не забыть на следующем семинаре, я бы фотографию показал. Потому что вот этим ножом я пользуюсь. Самый идеальный нож, я считаю, фирма Селинген, Германия. Но появились подделки. Тот день с Селингем я отдал Сергею Железову, его важнее. А так как сам, чтобы не потерять квалификацию, немножко поливаю. Он с этим ножом мне подарил, ну, сами догадайтесь, Сафронов. Но он больше их не покупает и не перекупает. Скорее всего, потому что они дорогие, а смысла нет заказывать партию, рассылать вам. Ну, вот это мой любимый нож, тоже неплохо. А остальные ножи. Главное, что когда вы закажете, вот, уважаемый Егор, когда вы закажете прививочный нож, и напишите нож прививочный, поисковик, и будет написано прививочный, а потом окажется на две стороны уже точка. Я рассказывал об этом столько раз. Вот, в Москве проводил вебинар. Семинар. Заканчивался третий день, или шестой, я туда провал. Или шестой, я сказал. Заканчиваем. Дальше любители остаются. После официальной части, после моей коллекции, я сажусь за стол. Завтра, и я буду вам показывать, крупным планом, будете стоять вокруг, я буду вам рассказывать, как прививать. И все это было снято на пленку. Запомните, диск номер 9 и диск номер 13. Подробная прививка. И там, я об этом и сказал. Пожалуйста, принесите ножи привычные. Это будет часть нашей учебы. 20 человек принесло ножи привычные. Из них 19 было двусторонне в заточке. То есть, назовем их просто перочинными ножами. Резать хлеб, мазать масло, делать путерброды. Больше они не годятся. Перетача – это целое искусство. Поэтому лучше не начинать. Вот. А Зеленген уже появился очень похожий нож под названием «Самрай». В общем, это уже подделки. Поэтому, я заранее сочувствую, существует риск подорваться на подделку. А как он выглядит, этот нож? Сейчас, если закончим разговор, может быть, я тут же его и найду. Подождите, Егор. Только я могу забыть через две минуты. Друзья садоводы, пишет Татьяна Анатольевна Федосеева. Пересматривая вебинары, ставьте лайки, пишите комментарии. Никто, никогда, бесполезно. Лайки, комментарии любят YouTube. Благодарим его, это меня. За возможность сообщения. Еще и рейтинг вебинаров поднимем. Для вышликов прибавится. Никто, никогда, бесполезно. И уже призывали. Ну, так и сложилось. Егор, еще подскажите, нужно ли как-то улучшать землю перед посадкой хосточек? На части участника полштыка чернозема, порошная глина. Ох, пойдет. Поселок Дачный. Ох ты, заброшенный глиной карьер. Вот вам повезло. Короче, я говорил, придется землю завозить со стороны. Это самосвал. Ну, 3-4 холма. Типа, допустим, зелок. 3-4 холма. Снова платите за зелок. Еще 3-4 холма. А что делать, если вы будете на глиной карьере посадить? А потом, что происходит? Самое главное, вот ухо-холм получается. И первый, и второй год корни живут в основном в привезенной земле. А потом начинается, он перепивается в глину, и начинается переделка глины в обычную почту. Оно бы не произошло, но дерево, оно само строит подземные этажи под себя. И происходит, о чудо, через несколько лет, глины, там, где корни, глины больше нет. Но это медленнее и никуда не денешься. Процесс медленнее. Вот я показывал пример. У меня цель сада на глининой подушке. Вот. Два года кое-как, а потом бах, и пошли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова